Поисковый отряд «Ратибор» уже неделю несет осеннюю вахту памяти в Бельском районе Тверской области. Всего в экспедиции «Бельский плацдарм» работают 15 отрядов из Москвы и Подмосковья, Ямала, Калуги, Архангельской и Брянской областей. Первые кадры, полученные из местроскопок, изучила наш корреспондент Татьяна Бойко. Осенью поисковиков в этих местах встретишь нечасто. Как правило, в экспедицию отряды отправляются весной, в канун Дня Великой Победы. Но пандемия внесла свои коррективы, и в мае поисковики здесь работали лишь малыми разведочными группами. И успешно. Отряд «Высота 201.2» из подмоскованного Пушкина подняла останки двух красноармейцев. Благодаря смертному медальону установили имя одного из них. Это рядовой Михаил Гусев. Место, где застала смерть бойца, поисковики показывают внучке красноармейца. Она смогла приехать на место раскопок во время осенней вахты памяти. У напарника Гусева, солдата, у него тоже был медальон, но медальон был у него нестандартный. У него была бумага вставлена в гильзу и заткнутая деревяшкой. Он, к сожалению, и слел. Его, когда попытались открывать, уже там нечего было смотреть. А вот Гусев оказался молодец. Медальон он хорошо завернул плотностью, когда отворачивали, то есть тогда, и написал грамотно все и качественно, и сохранился. Евгения Кузнецова, внучка красноармейца, на Бельский плацдарм, приехала из Ульяновской области. Семья долгие годы пыталась установить место гибели дедушки и уже не надеялась на чудо. Поскольку бабушки нет в живых, рассказать уже об этой странице истории уже никто не может. И она вышла замуж за Гусеву Михаила, переехала в его деревню. После того, как пришла похоронка, мы как бы догадываемся уже об этом. Она вернула свою деревню. Поэтому вот этот пласт небольшой, который они жили вместе до того, как он ушел на фронт, для нас оставался загадкой. И вот немножко работа поисковиков помогла восстановить вот эту ветку нашей семьи. Сейчас в районе деревни Демехи Бельского района Тверской области работает 15 отрядов, почти 90 человек. Раскопки ведутся уже неделю. Если первые дни подводила погода, то сейчас ясно и солнечно. То, что нужно для плодотворной работы. По итогам экспедиции на сегодняшний день обнаружено 21 боец. Ну, поднял 21 боец. Сейчас идет работа по установлению имен 9 солдат. Ищут родственников. О том, что здесь более 70 лет назад во время ожесточенных боев погибли тысячи солдат, напоминают братские могилы и небольшие воинские захоронения. Местные жители, как могут, присматривают за могилами солдат. А в этом году к благоустройству подключились и ямальские поисковики. СМИ это составлено. И губернатором Ямал-Нимского автономного округа была выделена определенная сумма денег для именно благоустройства воинских захоронений. И я думаю, что с сегодняшнего дня работа начнется. Благо тому, что погода более-менее устоялась, дожди закончились. С сегодняшнего дня уже поехали ребята на закупку материалов. И я думаю, что в ближайшие дни мы эту работу продолжим. Ратибуровцы уже облагородили четыре воинских захоронения, что находятся в Бельском районе. Одна из могил это воинов-летчиков, погибших в 41-м году 27 июня. Их экипаж был сбит здесь, на территории Бельского района. И три братских могилы, которые мы тоже также силами всего отряда облагоустроили, покрасили оградки, обустили лавочки, скамейки, поправили памятники. Ну а сегодня, вот буквально сегодня, наш отряд выехал в лес. И мы полным составом проводим уже поисковую экспедицию. Пока остается открытым вопрос по захоронению останков солдат, обнаруженных во время осенней вахты памяти. Скорее всего, их торжественно передадут земле в следующем году, в мае, в преддверии Дня Победы. Татьяна Бойко, Кирилл Амаев, Новости Муравленко.